В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Учения по эвакуации прошли в 10-й образовательной школе города Видное. Внимание! Пожарная тревога. Все в таких распомещениях согласно плану эвакуации. Ленинское отделение Всероссийского общества инвалидов отметило 32-летие. Могу с полным правом сказать, что действительно лучшая организация и по участникам, и по руководителю. В муниципалитете завершается реконструкция электросетей и ремонт оборудования. Производится ревизия камеры-трансформатора, замена главного рубильника. Внимание! Пожарная тревога. Такой сигнал прозвучал в середине учебного дня в 10-й образовательной школе города Видное. Так начинались учения по эвакуации, в которых приняли участие ученики 4-х классов. Насколько успешно они прошли, выяснял наш корреспондент Максим Козлов. В школе номер 10 идет размеренная жизнь. У кого-то еще уроки, а за некоторыми учениками уже пришли родители. И вдруг звучит сигнал тревоги. Так начались учения по эвакуации во время пожара. Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть помещение согласно плану эвакуации. Проходит несколько мгновений, и из кабинетов начальных классов к пожарным выходам спешат ученики, как и положено, защищая органы дыхания. У каждого учителя в руках таблички, чтобы при необходимости ребята могли сориентироваться и найти своих. Цель данного мероприятия выработать у детей, у педагогов, те навыки эвакуации в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, чтобы их действия были направлены на своевременную эвакуацию из здания, спасение жизни людей, детей. Данные тренировочные эвакуации, они проводятся ежеквартально, по поручению губернатора Московской области. Главное, что оценивают представители МЧС, которые присутствуют на учениях, организованность эвакуации и четкое исполнение предписаний. По сути, это своеобразный экзамен для преподавателей. Два раза в год с учителями мы проводим инструктажи по пожарной безопасности, по антитерристической защищенности. Соответственно, каждый учитель, любой из сотрудников школы знает, как поступать в той или иной ситуации. Всего в 10-й видновской школе учатся более 2300 человек. В тренировке приняли участие 423 школьника. После того, как учителя и ученики параллели четвертых классов покидают здание, они выстраиваются на футбольном поле. Дальше – доклад. Четвертый Б-класс, присутствует 32 человека, эвакуировано 32 человека. Классный руководитель Банкова. В целом, сотрудники МЧС высоко оценили организацию эвакуации, но есть и важные рекомендации. Было замечено несколько классов, которые эвакуировались не по ближайшему эвакуационному выходу. Хотя условный очаг пожара, он не мешал вам эвакуироваться по ближайшему эвакуационному выходу. После учений большинство ребят отправилось по классам, а у сотрудников пожарной службы МЧС работа продолжилась. Они провели урок, в ходе которого познакомили ребят с техникой, применяемой для тушения пожаров. Катушка 50 метров – это вот первая помощь. Автомобиль, допустим, подъехал, горит машина там, да, что-то. И сразу можно подать ствол. Закончился урок игрой в крестики-нолики. Правда, их нужно было не рисовать, а обозначать огнетушителями разных цветов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском округе завершаются работы по реконструкции электросетей и ремонту оборудования. Обновление ждала и трансформаторная подстанция в Картино. Сегодня рано утром около нее закипела работа. Надпись «Стой!» напряжение сотрудников Россетей не пугает. Для них наладить работу по передаче электричества в каждый дом – повседневное дело. Реконструкция электросетей и ремонт специального оборудования энергетиками в Ленинском округе продолжается почти полгода и подходит к завершению. Нашими сотрудниками был выполнен капитальный ремонт восьми подстанций. Также была проведена замена провода на воздушных линиях 0,4-6-10 кВт с частичной заменой опор и провода на изолированной. Трансформаторная подстанция в Картино на сегодняшний день – последняя точка ремонта в муниципалитете. И хотя для проведения работ необходимо отключить в деревне электричество, без света жители не остались. Подачу энергии обеспечивала передвижная дизельная станция. Производится ревизия камеры-трансформатора, замена главного рубильника, замена низковольтных автоматов, что приведет к улучшению качества и надежности электроснабжения. Подобные работы сотрудниками Россетей проводились по совместной с Министерством энергетики региона программе повышения надежности и качества электроснабжения. Сегодня ремонт уже завершен на подстанциях в Молокове, Дальних Прудищах, Дроздове и Слободе. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение в городе Видное. Сотрудники областного уголовного розыска совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали участников группы подозреваемых в совершении разбоя. Полицейским поступила оперативная информация о том, что злоумышленники готовят вооруженное нападение на автомойку, расположенную на улице Ольховой, с целью похищения денежных средств. Было принято решение об эвакуации персонала и проведении спецоперации, в ходе которой оперативники задержали правонарушителей в момент проникновения в офисное помещение. За деньгами пошли мы. С оружием? Да, с оружием. Полумысел смогли доехать? Нет. Были задержаны? Да, были задержаны с поличьим, с оружием. Вину признаешь? Признаю, конечно. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых был ранее судим. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские работают над установлением причастности участников группы к аналогичным преступлениям. С тех пор, как детские автомобильные кресла в нашей стране стали обязательными, прошло уже 14 лет. Но, тем не менее, до сих пор есть те, кто пренебрегает безопасностью малышей. Напомнить о необходимости использования удерживающих устройств призвана акция «Маленький пассажир. Большая ответственность», прошедшая на улицах Видного. На лобовых стеклах, припаркованных на улице заводской автомобилей, появились красочные листовки. Но не спешите с выводами, это непресловутая реклама. Так автолюбителям решили напомнить о необходимости использования детских удерживающих устройств. Сейчас проводится у нас акция «Внимание детям». Да, в курсе. Направлена она на безопасность наших пассажиров, ребят, в первую очередь. Поэтому будьте внимательны на дороге. Помогать сотрудникам ГИБДД на этот раз пришли дети из 4-й логопедической группы детского сада номер один «Журавушка». Мы сделали, фотографировались и ставили вот такие вот листовочки. Мы решили поинтересоваться у самих ребят, знают ли они, как нужно вести себя на дороге. Надо попросить, чтобы тебя достигнули на кресле. Автомобильное кресло, да, в детском? У тебя есть кресло? Ты ездишь в нем? Да. Как нужно переходить дорогу? Взять за руки и подождать зеленого человечка. Акция «Маленький пассажир. Большая ответственность» организована в рамках информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание, дети», которое будет проходить в муниципалитете до 12 сентября. Цель – напомнить водителям и пешеходам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Я думаю, что очень полезно, конечно, чтобы ребенок каждый знал, как переходить дорогу. Очень, я думаю, что это нужно нашим детям. Сотрудники ГИБДД напомнили видновчанам, что для перевозки малышей до 7 лет использование удерживающих устройств в машине обязательно. А вот ребят постарше, до 11 лет включительно, можно перевозить на заднем сиденье, как в автокреслах и бустерах, так и с использованием штатных ремней безопасности. За нарушение правил автолюбителям грозят штрафы. Самое маленькое, что со всего этого может быть, это административный штраф. Самое максимальное, что это бывает, это пострадавший ребенок. А ребенок, как правило, свой. Последствия очень серьезные. Всем юным помощникам сотрудники ГИБДД подарили яркие брелки со светоотражающими элементами. Ведь пешеходы на дороге должно быть видно в любое время суток. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Ленинское отделение Всероссийского общества инвалидов отметило 32-летие. Члены организации собрались в центральной библиотеке, где принимали поздравления от многочисленных гостей, которые уже стали для общества близкими друзьями. На праздники побывала и наша съемочная группа. Подробности торжества в репортаже Юлии Погасьян. Общество инвалидов Ленинского городского округа – одна из самых активных общественных организаций муниципалитета. Ее отличает сплоченный коллектив. Его уже долгие годы умело объединяет председатель Наталья Рящина. Здесь и пожилые, и молодежь общаются на одном языке. Вместе отдыхают и путешествуют. Людей объединяет их недуг, о котором, кажется, они забывают, когда встречаются. Атмосфера всегда благоприятная. Наталья Алексеевна такой человек, что она просто движет недвижимость. Поэтому с ней всегда хорошо. Мне нравится здесь. Тут я занимаюсь, спортом занимаюсь. На спортах хожу, езжу по Дольске, по Питере езжу, езжу. Мне там нравится отдыхать. На днях общественная организация отметила свое 32-летие. Праздник состоялся в центральной библиотеке города Видное. Свободных мест в зале не было. Здесь и сами виновники торжества, и многочисленные гости. Общество инвалидов просто притягивает добрых, неравнодушных людей. Я бываю в очень многих местах, общаюсь с разными общественными организациями. И могу с полным правом сказать, что действительно лучшая организация. И по участникам, и по руководителю, и по тем мероприятиям, которые вы проводите. Поэтому честь вам и хвала за то, что вы делаете и для городского округа, и для Московской области в целом. Председатель общества Наталья Рящина в этот день исходила со сцены. Как и положено, в день рождения принимала от гостей щедрые подарки. Море цветов и улыбок. Поистине праздничная атмосфера. У нашей организации сегодня день рождения. И мы счастливы, что отмечаем его в кругу самых дорогих для нас людей. Которые поддерживают и поддерживают нас на протяжении многих лет. Мы по праву называем вас, дорогие гости, нашими друзьями. Людей с ограниченными возможностями здоровья отличает огромное чувство благодарности. Они не перестают говорить спасибо каждому, кто не остался равнодушным к их личным проблемам. Подарков в этот день и правда было очень много. Их дарили и самым активным членам общества инвалидов. Праздник очень красочный, красивый, тепло очень. И подарили мне массажную подушку. Здорово, да, теперь будешь массаж делать постоянно? Да. Песни, танцы – это все про ленинское общество инвалидов. Эти люди не умеют грустить. И по их личному признанию, именно хорошее настроение помогает бороться с недугом. Я песню русскую пою душой и сердцем. Здесь готова необъятный край родной. Где очень дом, мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Юлия Пагасьян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. После первых холодных осенних дней в Подмосковье все с нетерпением ждут прихода Бабьего лета. И чтобы поскорее приблизить эту короткую, но дивную пору, участники проекта «Стихи» живут повсюду. Профессиональные художники и преподаватели Видновской детской школы искусств прочитали произведение Дмитрия Кедрина, посвященное этому удивительному времени года. Бабье лето – прекрасная пора, которая всегда вдохновляла поэтов и художников. Поэтому неудивительно, что в начале сентября героями проекта «Стихи живут повсюду» стали преподаватели изобразительного искусства. Педагоги Видновской школы искусств – давние друзья и постоянные участники выставок в историко-культурном центре. Поэтому прочитать стихотворение Дмитрия Кедрина «Бабье лето» доверили именно художникам. Ведь они смогут во всех красках прочувствовать все очарование этого периода. Наступило бабье лето, дни прощального тепла. Поздним солнцем отогрета, в щелке муха ожила. Солнце, что на свете краше после зябкого денька, паутинок легких пряжа обвелась вокруг сучка. Завтра хлынет дождик быстрый, тучей солнца заслоня. Паутинкам серебристым жить осталось два-три дня. «Сжалься осень, дай нам света, защити от зимней тьмы, пожалей нас бабье лето, паутинки – это мы». На отделении изобразительного искусства занимаются около ста детей разных возрастов. Светлые просторные классы, больше похожие на настоящие мастерские, позволяют полностью окунуться в творческий процесс. «Передавать детям свое мастерство, и вообще приятно смотреть, когда они растут у тебя на глазах, когда им это интересно, они развиваются. Не все, конечно, станут художники, но для общего развития, для культуры, для общей культуры, мне кажется, это очень важно». «Детям работа с цветами очень даже нравится, и она вполне им интересна, потому что цвет – это, наверное, самое красивое, что нас окружает в этом мире, и он нас как бы преследует везде и всегда». Юлия Остраумова преподает в школе более 10 лет. Педагог рассказывает, что здесь ребята получают прекрасное эстетическое воспитание, которое способствует всестороннему развитию личности. «Начинала я как дизайнер, как художник здесь, вела основы современного искусства. Дальше у меня пошли разные другие направления. Очень нравится мне эта работа тем, что здесь очень многоградные проекты». Особое внимание преподаватели уделяют самым юным художникам, ведь они делают свои первые шаги в мир изобразительного искусства. «Тут задача даже не только научить рисовать, а и кисточку правильно держать, и не расстраиваться, когда что-то не так, что все исправимо этому научить, и не бояться листа, не бояться красок». Дружба двух культурных центров продолжается, и уже юные воспитанники поддерживают эту традицию. «Воспитанники детской школы искусств постоянно украшают своим присутствием мероприятия историко-культурного центра и концерты. У нас есть очень интересный опыт, который мы назвали «Урок музыки». В рамках проекта «Детское время» воспитанники детской школы искусств приходили к нам, они исполняли произведения, классические произведения фортепианные». Проект историко-культурного центра «Стихи живут повсюду» существует уже более двух лет. А кто прочтет стихи в следующий раз, узнаем через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова